Чем больше опыта у твоего соперника, тем меньше твоих ошибок, кому нужно, чтобы тебя перевернуть или вообще подловить. То есть ты понимаешь, что с опытом цена ошибки гораздо сильнее растет. И твоя задача, если ты хочешь прогрессировать, все говорят, что нужно тренироваться с теми, кто лучше тебя. Но это абстрактно. Но напрямую, чтобы ты становился лучше, тебе нужно просто быть лучше, чем ты был вчера. А для этого тебе нужна работа над ошибками. Ты должен бороться, запоминать свои самые тупые решения, менять их, все время стараться менять их. То есть если ты будешь каждый день работать над собственными ошибками, ты будешь становиться лучше. И это не обязательно нужны старшие пояса или черные пояса, чтобы ты это мог делать. Чаще всего это способствует. Они помогают тебе увидеть твои ошибки, они помогают тебе, допустим, ну вот в нашей борьбе очень много 80% воды, как бы ненужной техники. Мы ее используем, когда нарабатываем свои фантазии на белых поясах. Но когда ты больше с коричневыми и черными поясами, это все не работает. У тебя моментально 90-80% техник уходит, и ты там за что-то, за 2-3 техники, которые ты в принципе более-менее шаришь, за них держишься и пытаешься как-то за них зацепиться. То есть чем выше игра, тем больше техник уйдут. И вот меньшими техниками, которые, ну прямо вот знаешь, твои самые коронные, самые лучшие техники, которым ты больше всего доверяешь, только они останутся в игре. И чтобы становиться лучше, как я сказал, не обязательно человек должен быть лучше тебя, просто ты должен уметь видеть свои ошибки, у тебя должен быть аналитический склад ума, и ты должен уметь делать работу над ошибками. Если твоя борьба меняется каждый раз просто из-за того, что ты хочешь ее изменить и делаешь собственные, как бы, другие решения, она становится лучше. Если ты вот как, знаешь, бывает, как вот баран просто бьется вперед и все, ну я не про тебя, я имею в виду вообще упрямый, как бараны, хоть у них 500 старших поясов их 500 раз выиграть, они типа ничего, их не переубедить, понимаешь, они убеждены, что так нужно. То есть для прогресса нужен очень гибкий аналитический склад ума, чтобы понимать и уметь видеть себя со стороны.